Всем привет, друзья! А перед началом ролика мне бы хотелось озвучить печальную информацию. Наш канал потерял уже несколько сотен подписчиков. И это действительно очень печально, ведь мы пытаемся нести важную и нужную информацию. Поэтому, если вам не сложно, обязательно поставьте лайк, подпишитесь, нажмите на колокольчик и поделитесь этим видео с друзьями. Спасибо! Заранее ваш Николай Лапин. Этот человек не совершил деяний, которые могли бы изменить ход мировой истории. И создавал империи и не разрушал их. Но, тем не менее, он вошел в историю как человек удивительной судьбы, святого брата жизни и как гениальный архитектор. Звали его Святославом Всеволодовичем. Родился он 27 марта 1196 года. Отцом его был знаменитый князь Всеволод Большое Гнездо, матерью чешская королевна Мария Шваровна. О раннем детстве Святослава может мало что сказать, но известно, что в 1200 году, в возрасте 4 лет, он был посажен князем в Новгороде. Закончив это княжение тем, что новгородцы, как у них было в обычае, взбунтовались и посадили малолетнего князя в тюрьму. Лишь силой отцовского оружия удалось Святославу вернуться в родной город Владимир. Дальше история о нем обрывается до 14 апреля 1212 года, когда умирает князь Всеволод Большое Гнездо, назначив своим переемником любимого сына Юрия, чему воспротивился старший брат Константин. После десятилетнего мира и покоя на Русь пришла междоусобица. Юный Святослав, который правил в то время в Юрию в Польском, не хотел участвовать в братоубийственной войне, но выбора у него не было. И он принимает решение склониться перед волей покойного отца и поддержать брата Юрия. Закончилась эта война в 1216 году, битвы при Липеце, которая была очень неудачной для братьев Святослава, Юрия и Ярослава. Ихние воины были разгромлены войском Втеслава Удалова, новгородского князя и Константина. Историю умалчивает, как повел себя после этого поражения князь Святослав. Но вот про Юрия и Ярослава известно, что не удирали так, что загнали несколько лошадей. А Ярослав так вообще потерял свой шлем и панцирь. Но правление Константина длилось недолго. В 1218 году он умер, помирившись прежде со своими братьями. На великокняжеский престол вошел Юрий Всеволодович. С его восхождением Святослав продолжал князь Фьюрию в польском, стараясь не участвовать в войнах и сражениях. Но в 1220 году ему вновь приходится взяться за меч. Ведь булгары после долгого затишья снова начали грабить и разорять русские земли. По повелению старшего брата Святослав выдвигается в Булгарию и осаждает крупный город Ашел, при осаде которого проявляет себя талантливым полководцем. Возвращение же назад по его молитвам было спасено от гибели русское воинство. Ведь когда они возвращались из похода, плывя по реке, поднялась буря, и казалось, что ничто не спасет их. И тогда князь упал на колени и молил Господа о спасении. И Бог явил чудо. Буря умолкал. В память о чудесном спасении Святослав своими руками вырезал крест из камня. После похода на Булгар Святославу еще не раз приходилось браться за оружие против вагров Руси, приоритете Ливонского ордена и язычников чудских. Но междоусобных войн он продолжал избегать. После череды войн и походов Святослав в мире и покое продолжил свое княжение в Юрьевпольском. А в 1230 году он начинает дело, благодаря которому навсегда войдет в историю русского зодчества. Строительство Георгиевского собора. В Юрьевпольском и раньше был собор, построенный еще при деде Святослава, Юрие Долгоруком. Но к тому времени здание обершало, и Святослав принимает решение строить новое. Князь не только нашел средства и строителей, но и сам спроектировал собор. Мало того, по мнению некоторых исследователей, он был главным архитектором и богородицей Рождественского собора в городе Суздале. Георгиевский собор был построен в 1234 году. Казалось, что Святослав теперь может отдохнуть в своем княжестве от всех жизненных невзгод. Но судьба распроеделась иначе. Зимой 1237 года на Русь обрушилось бедствие, как бескрайний океан заполонили татаро-монгольские орды. Грабили убивали русских людей и ордынцы. Святослав, конечно, не мог оставаться в стороне и снова поднял знамени и вытащил клинок из ножен. 4 марта 1238 года он вместе с братом Юрием дал неравный бой войскам хана Батыя. Русские войны были разбиты. Великий князь Юрий Всеволодович убит. Юрий Польский разорел. Но князь продолжал стоять на страже веры и отчизны. Так, например, ему приходится иметь с братом Ярославом и детставку золотардынского хана Батыя. И как посредство знаменитому князю Александру Невскому отвращать беду разорения от Руси. А после смерти князя Ярослава Всеволодовича Святослав получает ярлык на великокняжеский Владимирский престол. Святослав, где провел всего два года с 1246 по 1248, пока не был изнан родным племянником Стиславом Ярославичем Харабритом. Опытный и талантливый воин, он, конечно, мог начать войну за великое княжение, но вместо этого Святослав предпочитает удалиться в свой родной Юриф Польский и провести особо дней в молитве и покаянии. Скончался Святослав 3 февраля 1252 года. Сейчас он причислен Русской Православной Церковью к лику святых. В заключении этого краткого эскурса в жизнь кениальнейшего архитектора, величайшего воителя и дипломата, и человека, который, конечно, как я уже говорил, не создал империи, но тем не менее вошел в историю, хочет сказать лишь одно. Святой благоверник князь Святослав, моли Бога о Руси святой, народе православном. Святой благоверник князь Святослав.